Расскажу вам занимательную историю, как я все-таки поддался искушению и поставил себе проигрыватель виниловых дисков. Путь этот был тернист, сложен, но крайне интересен. Обязательно досмотрите видео до конца, и вы определенно получите много новой информации, которые, я надеюсь, позволят вам избежать ошибок, которые подстерегают нас, любителей качественного звука на каждом шагу. Если вы эксперт по винилу, то я непременно буду ждать ваших комментариев. Последние десятилетия мы наблюдаем ренессанс, я бы даже сказал истерию по этим вот черным, иногда красным, синим и даже зеленым дискам. Хотя, насколько мне известно, именно в количественном соотношении CD по-прежнему побеждают в битый форматов. А именно в денежном винил явный фаворит. Мне кажется, не обошлось без грамотных маркетологов, которые приучили вот к этому устаревшему, неудобному, и что самое главное для меня, аудиофила, плохо играющему формату. Да-да, друзья, не кидайте у меня камни, но вы сравнивали? Но люди покупают и много ищут так называемые первые прессы и диски, которые были отштампованы сразу после запуска клонирования пластинок. Они в теории и, как ни странно, на практике выдают более качественный, ровный звук. А ваше мнение, уважаемые друзья, вот по поводу так называемых первопрессов, вот они действительно лучше, чем последующие, следующие, следующие копии. Вы сравнивали вот прям такой топ первопресса и из этой же ревизии, но подальше выпущенный? Напишите, пожалуйста. Очень буду благодарен. Как я вообще дошел до этой жизни виниловода и что все же выбрал в итоге? Я вам сейчас расскажу. И не переключайтесь, будет реально интересно. Забавная история. Но перед этим я хочу напомнить, что я делаю домашние кинотеатры, стереосистемы, озвучиваю кафе, рестораны. Поэтому обращайтесь, приходите, сделаем все на высшем уровне и по хорошим, низким ценам. Я всегда стараюсь подобрать такие компоненты, которые будут оптимальны по соотношению цена и качество. Не люблю вот эти всякие бутиковые бренды с огромными переплатами за дизайн, непонятные технологии. Секретную сборку где-то на глубине марианских впадин, которая позволяет еще лучше очистить медь. Это не мое все-таки. Хотя я делаю обзор на такие вещи. Они имеют место быть. Но в первую очередь я человек практичный. Люблю технологии, которые, как известно, не стоят на месте. Да, мне нравятся винтажные машины. Я сам передвигаюсь на тачке 2008 года. Но признаю, что прогресс не победить. И качество жизни от улучшения, как правило, растет. Как и растет разрешающая способность музыки и звуков современной техники. Поэтому я решил обратить внимание на максимально продвинутую и уникальную систему извлечения аналогового звука. И она стоит сейчас слева от меня. Конечно, перед покупкой были всякие разные мысли купить винтаж. И слава богу, что я не сделал этого. Почему, спросите вы? Да все очень просто. Купить винтажный усилитель без подвижных частей, который, возможно, стоял где-то десятилетиями в чулане, и им никто не пользовался, это одно. Старая акустика немножко другое. Тоже можно покупать, вопросов нет. Но надо смотреть, где стояла, какая была влажность, кто ее там протыкал или не протыкал, трогал или не трогал, ронял и так далее. А вот виниловые проигрыватели, CD проигрыватели, особенно виниловые проигрыватели, которые стояли там где-то у кого-то, особенно там в третьих, четвертых, пятых руках. На мой взгляд, это такая вот лотерея, кот в мешке. Потому что, а, игла, мотор, опять же, все эти подшипники, как это все сохранилось. И для меня, как человека, которого, ну, любят все-таки по максимуму. Если ты уже покупаешь вещь, ну, она должна быть максимального качества, хорошая. Опять же, вот, аура для меня важна. Ну, где она стояла, что она видела на своем веку, непонятно. В общем, я пересмотрел очень много старых проигрывателей. Да, действительно, есть легенды, там, тот же самый Торренса, Ревокс, Дэнн юбилейный я рассматривал. Да даже металлический Харман Карден мне хотели впарить, который якобы там переигрывает абсолютно все. Я их прослушал, друзья. И могу вам сказать так. Вы можете, конечно, сейчас писать в комментарии, что это все развод, одно, другое, третье. Но есть такой проигрыватель, Рега Планар, который в первом своем поколении, в 70-х годах, когда вышел, уже заявил настолько сильно и переиграл очень много серьезных на тот момент одноклассников. И вписал свое имя в историю. Конструктор, кстати, его был Рой Ганди. Англичанин индийского происхождения, который до сих пор руководит данной компанией. Все их проигрыватели делаются в Англии, фонокорректоры делаются в Англии, да все делается в Англии. Они в этом плане молодцы. Я, кстати, делал несколько роликов про эту компанию. Есть обзор на Планар 3, 1 Планар и на 10 Планар. И поэтому я не буду вдаваться в мелкие технические особенности. Просто показываю, что я выбрал, друзья. Та-дам! Рега Планар 8, друзья. Да, да, да. Почему, скажете вы, почему не Торрент? Потому что здесь технологии, абсолютно отличающиеся от, скажем так, правил винила использования. Все считают, что проигрыватель должен быть максимально тяжелый, и он поглощает вибрацию. Массивность и вес действительно крайне положительно сказываются на извлечении аналогового звука. Но это не ключевая особенность, и сейчас мы с вами проведем эксперимент. Английские инженеры уже более 50 лет считают, что именно жесткость и малый вес как раз-таки являются самым главным фактором, чтобы вот эта вот игла опустилась на эту виниловую дорожку и извлекла максимум звука. Как там гласит поговорка, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и тело, и мысли. И когда я смотрю на это произведение технологического искусства, оно действительно вызывает у меня ощущение восторга и гордости за нас, за людей, которые постоянно придумывают что-то новое и улучшают нашу жизнь. И, конечно же, я не могу не отметить оригинальность конструкции. Да просто этот проигрыватель стоит на столе и притягивает взгляды. Люди, которые не разбираются в виниле, подходят и говорят, «Эй, что это у тебя такое? Это что, виниловый проигрыватель? А как он работает?» Танарм РБ-880. Трехслойное стеклянное блюдо с эффектом супермаховика. Опять же, друзья, посмотрите мое видео с Планаром 10, я все рассказываю про него. Технология тройной фиксации. Плинтус из пеноматериала Танкаст 8. И, конечно же, референсный приводной ремень, который входит в стандартную комплектацию, он сразу доступен на Рега Планар 8. Давайте уберем пластинку, фетр, который я бы заменил бы в стандартной комплектации. Он хороший, но можно и лучше, друзья. И посмотрим на вот этот вот шикарный стеклянный диск с эффектом так называемого маховика. Он моментально ляпается, достаточно дотронуться, и сразу на нем остается масса следов. Максимально легкая конструкция, такое ощущение, что в районе килограмма где-то весит, не больше. Вот здесь у нас идет основное ребро жесткости. Два ремня, кстати, сделаны из специального материала, который там Рега сама разрабатывала. И, соответственно, крепление для Танарма. И три ножки, друзья. Все. Больше ничего не надо для извлечения и получения максимально качественного звука. Много это или мало? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Для меня это был бы идеальный проигрыватель, но все-таки я нашел здесь минусы. А именно, это несъемный кабель питания, естественно, друзья. И, конечно же, несъемные RCA разъемы, которые во всех Регах, даже в 10-й, почему-то нельзя поменять. Ну, они достаточно хорошего качества. И, опять же, у них есть вот такая вот конструктивная особность. Чтобы максимально хорошо их зажать, нужно будет закручивать, друзья. А знаете что, дорогие друзья? Вот я сейчас снимаю это видео и думаю, вспоминаю, что звук вот той десятки, он все-таки был значительно лучше, чем вот эта вот восьмерка. Восьмерка, она звучит потрясающе, вопросов никаких нет. Но когда у тебя вот эта вот память звуковая врезалась, отпечаталась в голове, и ты помнишь, как звучали твои любимые треки на том проигрывателе, и сравниваешь с восьмеркой, ты понимаешь, что, наверное, стоит переплатить, друзья. Как считаете, вот это чувство надо как-то попытаться забыть и двигаться дальше? Или доплатить до 10-го планара, и пару месяцев не есть ничего? Вот это дилемма. Резюмируя, играет ли винил лучше, чем цифровой источник? Тот же Tidal с Маймбрайсоном BDP3. Нет, друзья, винил ему проиграл без шансов. И по сцене, и по вокалу, и по восприятию. Да, говорят, что у винила средние частоты какие-то суперкрутые. Нет. Но все-таки, все-таки, в этой штуке что-то есть. Вот именно реги, топовые планары, заставляют мою душу содрогаться, когда я слушаю композиции вроде Шаде, Джорджа Майкла, Мадонны, Дебби Шмот. В финале я хотел бы провести эксперимент, который, как мне кажется, докажет, что большие, громоздкие, максимально тяжелые проигрыватели виниловых дисков, они не так уж и хорошо гасят вибрацию. И дело не в их весе, а дело в жесткости и легкости. Вишенка на торте, эксперимент. Вот этот вот стол, он сделан из камня, весит больше, ну, 100 килограмм. Он стоит на четырех ногах, которые скреплены между собой, а сами ноги еще и на резиновой основе. То есть, он никак, вот видите, не шатается, ничего. Но при этом, друзья, что будет, если мы возьмем просто тряпочку и обратим внимание на вот этот вот мини-аквариум, где плавает красивый петушок, как вода будет реагировать на обычные поглаживания даже на конце стола, друзья. Я вам сразу скажу, будет вибрация. Это говорит о том, друзья, что какой бы вес у вас не был, все равно он передает вибрацию. Я максимально гладко глажу стол, но вода, она вибрирует. И то же самое будет с пластинкой. Поэтому вот эти вот огромные виниловые проигрыватели, типа Клираудио и так далее и тому подобное, они передают вибрацию, друзья. У Риги другой подход. Вот. Там минимальный вес и максимальная жесткость. И как раз таки она позволяет извлекать вам максимум вот этого вот звука. Что думаете по поводу данного эксперимента? Вы можете его дома провести и спокойно убедиться в этом, что вибрации будут. А заметьте, как нервничает петушок, когда эти самые вибрации проходят сквозь его жилище. Вот вам и физика, друзья.